Великолепная елка будто со страниц красивой детской книги. Возле цирка на Лыбецком бульваре станет центром всех событий в эти новогодние праздники. Как раз возле нее и дали старт торжества. Лыбецкий бульвар – это основная площадка празднования. Видите, как он красиво украшен у нас. И тут пройдут все мероприятия, которые мы запланировали. В этом году не будет массовых мероприятий. Мы прислушались к мнению горожан и понимаем ситуацию. Поэтому все мероприятия будут семейного, детского формата. На Лыбецком бульваре будет организована зона, проект «День рождения Нового года». Мы в этом году хотим рассказать людям, как рождался Новый год, как мы пришли к тем традициям, к которым мы уже привыкли и которые в наших семьях мы продолжаем. История Нового года, каким мы знаем этот праздник, началась с эпохи Петра Первого. Он же ввел традицию украшать дома елку. Вот это и многое другое узнают тем, кто планирует приходить на центральные улицы в течение праздников. На Лыбецком бульваре будет также организована мастерская снеговика, где горожане вместе со своими детьми и семьей могут прийти и сделать какой-то новогодний сувенир для своих родных, близких, знакомых. В этом году также стартует проект «Рязанский почтальон». Он очень полюбился горожанам в период новогодней столицы. И в этом году мы опять запускаем этот проект. Это такая интерактивная, централизованная экскурсия по улице Почтовой. Милостивые государи, по поручению Деда Мороза со 2 по 8 января каждый день в 18.00 в 6 часов вечера я буду выходить на улицу Почтовую для того, чтобы собирать ваши письма для Деда Мороза. Еще одна задумка связана с русскими традициями. И хотя лошадей на улицах города сегодня не увидишь, организаторы сумели придумать альтернативу русской тройке. В этом году мы запустили новый проект. Называется он «Катание на тройке». Это такая любимая русская забава. И в период тоже новогодних праздников площадкой станет троллейбус номер 3. Он будет стилизован под Ямщицкую. Там будет настоящий Ямщик. Будут централизованные представления, фотозоны. Поэтому горожан и гостей города, конечно, приглашаем прокатиться на нашей такой рязанской тройке. В торговых рядах уже стартовала новогодняя ярмарка, где можно приобрести изделия местных мастеров. Это и гастрономические бренды, и сувениры. В общем, скучать не придется точно. Со 2 по 8 января каждый день будет насыщен волшебными событиями. И рязанцы этому несказанно рады. «Каток обязательно посетим. Все вместе, всей семьей кататься будем. Ну и тройку, как это, троллейбус. А, вот это тройку. Да, обязательно проедемся. Ребенок каждый день будет ездить. Да, я в школу езжу на третьем троллейбусе. Каждый день буду. А письма Деду Морозу уже пишешь или уже нет? Да, уже написано. Планировали первый раз сходить на каток с ребенком. Купили даже коньки двухполозные. Вот попробуем. Начнем с этого. А как город украшен? Что понравилось? Особенно, конечно, Лыбецкий бульвар очень красивый. Все, везде хочется пофотографироваться. Планируем все посетить, потому что все будет очень интересно, увлекательно. И программа в этом году насыщенная, в принципе, как никогда, даже несмотря на современные условия. В этом году очень хорошо подошли к украшению, особенно Лыбецкого бульвара. У нас такого в городе, мне кажется, не было никогда. Ледяные скульптуры, наверное, ему понравились. Мы в том году уже ходили. Очень классные. И каток хотим посетить. Плачайте вязать! А как украшение города? Очень классные. В том году, по-моему, такого не было. Очень красиво все светится. Начала свою работу резиденция Деда Мороза и новогодняя почта. Так что уже можно отправлять письма с желаниями. Не обойдется и без парада Дедов Морозов. Веселить людей только музыка новогодняя, новогоднее настроение, оливье и все остальное, что положено русскому человеку. И хотя до Нового года осталось еще чуть больше недели, настроение праздника уже витает в воздухе. А организованные мероприятия помогут окунуться в волшебство всей семьей. Деда Морозов